Друзья мои, всем привет-привет! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Прости меня, Тэхён». Для тех, кто только знакомится с жанром фанфикшн, я хочу напомнить, что фанфики – это фантазии автора. Ничего общего эти истории с реальностью не имеют. И с реальными людьми персонажи связывают только внешность и имя. Больше ничего. Все остальные совпадения абсолютно случайны. На очереди у нас глава тринадцатая. И поехали. А обо всем остальном мы поговорим в конце озвучки. «Ченгук, отнесешь заказ? Обслужи двадцать третий столик. Меджун пока не может», – попросил менеджер, когда уже взмыленный от постоянной беготни Гук собирал на поднос очередной заказ. Сдув лежущую на глаза челку, он кивнул, давая понять, что услышал начальника. Сломавший почти месяц назад ногу официант, естественно, не мог выполнять свои обязанности. И пока господин Бомни нашел замену, им всем приходилось обслуживать столики заболевшего коллеги, поделив их между собой. Ченгука это касалось в меньшей степени, чем остальных, но даже так он приходил домой почти без сил. И это несмотря на то, что уже успел втянуться в работу. Да и вообще, как оказалось, если дел много, то время как-то очень стремительно летит вперед. Он и не заметил, как прошли почти три недели с начала их совместной жизни с Тихеном. А ведь, кажется, буквально вчера он делал тот заказ на G-Market и устраивался на работу. И каких-то пару месяцев назад он и представить не мог, что его жизнь настолько круто поменяется. Скажи ему, кто об этом тогда? Гук бы сразу отправил шутнику к психиатру. Предварительно хорошенько врезав. Тихен изменил его. Причем не прилагая к этому никаких усилий. Ченгук сам, сам захотел стать таким человеком, рядом с которым его Т будет комфортно. И даже обычно взрывной характер, из-за которого он то и дело ввязывался в неприятности, не давало себе знать. Его не тянуло почесать об кого-то кулаки, огрызнуться или ввязаться в перепалку на неосторожное замечание в школе. Он даже курить стал в разы меньше, потому что на это тупо не оставалось времени. Да и не хотелось особо. Че уж там. Невольно в голову приходила мысль, что вредная привычка возникла от безделья. Ченгук, изменили заказ за пятнадцатым столиком, отнеси. Менеджер Бом едва успел поймать его за локоть, когда он собрался выйти из зала из кухни и всунул ему в новый листок с названием блюда. Да, господин Бом, кивнул Ченгук и рванул обратно. И так каждый день. Часы работы проходили в бешеном ритме. Дни стремительно летели, приближая выпускные экзамены. Казалось, что в них куда меньше часов, чем обычно. Особенно ему не хватало времени, которое он мог бы провести с Техеном. Ченгук отчаянно нуждался в нем. Он никак не мог насмотреться. Когда они были на расстоянии, только и делал, что думал о своем парне. Да, это помешательство, но слишком приятное, чтобы Гук мог хоть на мгновение пожелать его прекратить. И самое забавное, что они и знакомы-то всего ничего. Не считать же общением тычки и пинки, что он раздавал Те до того разговора под трибунами. Гук понимал, что все завертелось слишком быстро. Иногда ему даже не верилось. Чудилось, что это какой-то затянувшийся сон. Но ни в одном сне он не смог бы нафантазировать тепло от близости Техена и то, как они заботились друг о друге. Казалось, все это какое-то наваждение, и он вот-вот проснется. Но просыпаться, несмотря на мелкие трудности и время от времени возникающие споры между ними, ему не хотелось. Ох уж эти споры! В первые дни Ченгук приходил уставший настолько, что его тянуло только упасть и отключиться. И он честно пытался отстоять свое право на отдых. Но Техен, когда уговорами от просящего взгляда Те, Гук просто таял. А когда и шантажом. О, он и не предполагал, насколько коварен может быть его парень. Заставлял его ужинать. А потом они вместе садились за уроки. Экзамены были все ближе. Тем более отец свою угрозу не отменил. Так что дядюшкина ферма, если он завалит учебу, все еще маячила в перспективе. Жизнь в отдаленной глуши уже не пугала, как и физический труд вместе с отсутствием привычных удобств. Но там не будет Техена. А с этим Чунгук мириться не собирался. Поэтому действительно старательно учился. Что отнимало немало сил, а ведь еще и работа. Дни приобрели определенный распорядок. С утра они недолго нежились в постели, помогая друг другу избавиться от утреннего стояка. Потом собирались в школу. По дороге туда заезжали за кофе. А затем следовала самая нелюбимая им часть. Приходилось высаживать Те за полквартала от школы и ехать одному. Он стоял в школьном дворе вместе с Намджуном и остальными ребятами из их компании и каждый раз с тревогой ждал появления Техена. Несмотря на то, что Джин со своими друзьями вроде присмирел. Непонятно откуда, но все уже были в курсе, что Чунгук запретил трогать стипендиатов. Хотя Джин, глядя на него испуганным взглядом, клялся, что никому ничего не говорил. Изредка натыкаясь на благодарно восхищенные взгляды местных изгоев, Гуку становилось муторно и стыдно. Несмотря на вроде бы хороший поступок. Если бы не Те, он бы даже не заморачивался на этот счет. — Чунгук, спустись в прачечную. Младший менеджер Чо принимает доставку, так что не может забрать скатерти и салфетки. Принеси ты, — попросила Джи Ю. Та самая официантка, которая в первый рабочий день успокоила его насчет господина Бома. — Ну хорошо, — кивнул Чунгук, поставил поднос на специальный стол и воспользовался выходом для персонала. Здание гостиницы, где располагался Флаварс, имело систему дублирующих коридоров и выходов для служащих, чтобы те, выполняя свою работу, не тревожили постояльцев. Конечно, это не касалось горничных, но все остальные всегда должны были быть невидимыми и неслышимыми для гостей, одним словом, незаметными. Кстати, о прачечной. — Впервые, в первые же выходные, Та поднял Чунгук и чертовски рано. Аж в восемь утра, ну не садись ли? — Давай, давай, кто рано встает, тот много успевает, — перебил его Тихен. Чунгук хмурился, жмурился и никак не мог понять, о чем толкует его парень. — А если мы успеем все запланированное? Горячее дыхание обдало шею, а следом Та прикоснулся губами к пульсирующей венке, отчего Чунгук чуть не замурлыкал. — Тебя ждет награда. И тут этот подлый тип взял и цапнул его за шею. Да еще так больно! Чунгук и сам не помнил, как вскочил и начал гоняться за хохочущим Тихеном. Правда, когда он поймал Та и, зажав его голову под мышкой, стал ерошить волосы, поганец перестал так весело ржать. Зато и самому Гуку спать уже расхотелось. Невольно фыркой он отправился в ванну, размышляя, почему Та так любит кусаться. Впрочем, не то, чтобы он был против. После завтрака стало понятно, зачем Тихен разбудил его в такую рань. Они устроили уборку во всем доме, за исключением разве что спальни матери Те. Чунгук, конечно же, обратил на это внимание, но так и не решился расспрашивать, решив, что Тихен, если захочет, расскажет сам. Уборка, кстати, оказалась делом хоть и непривычным, но не сказать, чтобы слишком трудным. Заправить постель, собрать разбросанные вещи и рассортировать на чистые и грязные, а потом протереть пыль. Ну, что тут сложного? Первый затык случился, когда Те попросил его запустить стирку. С заправкой машинки, стиральным порошком и ополаскивателем Чунгук справился на раз. Зато дальше он надолго завис, рассматривая режимы и прочее. Инструкции не было, а вместо того, чтобы позвать Тихена, он запустил первый попавшийся, который, к счастью, оказался полосканием. Когда через десять минут он крикнул Тихену, что все готово, тот примчался с ножом в руке и зверским выражением на лице. Чунгук даже попятился от такого сочетания. Увидев, что ничего не поправивого не произошло, Те глубоко вздохнул и закатил глаза, пробурчав, что сам виноват. Он уже догадался, что что-то пошло не так, но в чем виноват лично он, пока не дотумкал. Объяснения парня заставили его почувствовать себя дураком. Ну, откуда ему было знать, что белье нужно было рассортировать на белое, цветное и черное, и что для каждого есть свой режим? В доме отца этим всегда занималась прислуга. Благо, что он не успел испортить вещи, а то вышло бы совсем глупо. Чунгук, Агаси за восемнадцатым столиком просит тебя подойти. Боковым зрением Гук видел, как менеджер Бом сверлил его напряженным взглядом. Пока он шел через зал компании нарядно одетых женщин, видимо, праздновавший день рождения одной из них. — Чунгук! — посмотрев на Бэджик, негромко обратилась к нему подруга-именинница, которую остальные отвлекали от их разговора. — Мы хотим, чтобы вы принесли праздничный торт и исполнили песню поздравления. Сможете? Он растирался на пару секунд, но решил, что ничего сложного в этом нет, и улыбнувшись кивну. — Ну, как же он ошибался! Во-первых, торт оказался трехъярусный и весил по ощущениям килограмм десять. Во-вторых, все три яруса были утыканы горящими свечами. А так и не подумаешь, что дамочки за столиком настолько больше тридцати. И он весь взмок, пока нес его через весь зал. В-третьих, пока он пел, весь ресторан, кажется, пялился на него, а затем все дружно начали аплодировать, чем неожиданно его смутили. Ничего особенного он и сделал, всего лишь пропел «Happy birthday to you» на английском. Ну да, голос у него ничего, но не так, чтобы выдающийся. В конце концов, разрезав торт и разложив его по тарелочкам, он собрался было уносить грязную посуду, как подвыпившая именинница решила его отблагодарить. Чунгук не знал, куда деваться, когда дамочка начала щупать его бицепсы, невнятно восклицая «А потом и задницу!» Восклицания задобрительных быстро перешли в восторженные. Наконец, оставив на щеке смачный поцелуй ярко-вишневой помады, та угомонилась и принялась со слезами благодарить подруг за такое поздравление. А он сумел таки поспешно ретироваться на кухню. — Я к ним больше не пойду! — взывал Чунгук, едва войдя в кухню и наткнувшись на господина Бома. Менеджер смирил его ироничным взглядом и спросил. — Прибавку хочешь? И Чунгук понял, что пока эта компания не уйдет, они его клиенты. Душераздирающе вздохнув, он кивнул и под смешки коллег, которые наверняка не пропустили такого шоу, отправился в туалет стирать помаду с лица, невольно вспоминая, как они с Тихеном отмывались от краски пару недель назад. Тогда ему окончательно приспичило поменять обстановку. Старый смеситель, который раздражающе капал, кухонный гарнитур, ужасная древность на фоне новой техники, не говоря уже о скрипящей в самый неподходящий момент кровати. А, ну и крыша. Он с каждым днем все больше переживал, что однажды та просто рухнет на них, хорошо хоть во время дождя не протекала. Вместе с внешними стенами, краска на которых облупилась настолько, что как-то Гук умудрился поцарапать об нее палец. И если против замены гарнитура, сантехники и даже кровати Тенни возражал, как и против того, чтобы перекрыть просевшую местами крышу. Благо, Чингук за пару недель заработал достаточную сумму, чтобы оплатить материалы и труд наемных рабочих. Правда, выбирал и договаривался с ними ким, как более продвинутый в этом вопросе. То красить дом мы будем сами, там же ничего сложного. И Чингук решил довериться в этом вопросе Тихёна. Как оказалось, зря. Пока рабочие копошились в доме и на крыше, они стоя вытащили из сыроюшки на заросшем заднем дворике лестницу, банки с краской почему-то нежно-салатового цвета и какие-то жуткие металлические щетки. «Это чтобы содрать старый слой», – пояснил Тихён и принялся с ужасным звуком шоркать по стене. Чингук с тяжким вздохом присоединился, догадавшись перед этим нацепить кепку, чтобы не запачкать волосы. «Откуда это все взялось с сарая у Тихёна?» – Гук спрашивать не стал, сообразив, что тот и сам, видимо, планировал заняться ремонтом. Мысль, что он угадал желание Те, приятно согревала. Через пару часов Чингук искренне возненавидел прилипающую к взмокшей спине футболку, жесткую щетку, обещавшую мозоли на руках, несмотря на перчатки, и чертов дом, так долго простоявший без ремонта. От усталости тряслись руки, мышцы и поясницу тянуло. Тихён выглядел ничуть не лучше, Чингук, но зато они, наконец, отодрали всю старую краску. Впрочем, внутри дома работы тоже завершились, и Те, расплатившись с рабочими и выпроводив их, поманил уставшего и потного Гука внутрь. И тот радостно пошёл, предвкушая души сытный обед. Ага, как же, наивный! Сначала пришлось оттащить на помойку старые шкафчики, упаковку от новой мебели и прочий мусор, а потом прибираться и расставлять посуду и припасы на кухне. Закончив, они с удовлетворением переглянулись и сели пить кофе. Вот когда он порадовался, что купил эту монструозную кофеварку. Кстати, чайник, который на кухне Тихёна был как пятое колесо у телеги, его парень по-тихому прибрал куда-то в шкаф, предварительно запаковав обратно в коробку. От усталости Чингуку даже есть не хотелось, хотя вроде бы ничего сверхтрудного он и не делал. Когда они приканчивали нарезанные Тихёном бутерброды, в окно постучался сосед, который со своими сыновьями работал на стройке и согласился заняться крышей на доме Тихёна. Тих быстро вскочил на ноги, цапнул приготовленную заранее сумму и вышел наружу. Недолго поговорив о чем-то, мужчина принял деньги с поклоном, переданным ему Тихёном, и вся компания удалилась. Чингук вышел на крыльцо и приобнял Тихё за плечи. Довольно ощурясь и предвкушая, как он сейчас будет приставать к своему парню. Но Тихёна его обломал. «Да мы же еще не закончили!» Вывернувшись из-под его рук, он схватил банку с краской и ловко открыл крышку. Чингук почувствовал, как у него вытягивается лицо, а настроение стремительно падает вниз. «И обязательно все заканчивать сегодня?» Кисло поинтересовался он. «А что тупить-то?» отозвался Те, бодро начиная красить стены возле окна. И кивнул ему на малярный валик на длинные ручки. «Начни с того края!» Он показал откуда, и Чингук уныло поплелся в указанное место. Монотонная работа затягивала. Если бы не едкий запах краски, он бы даже наслаждался этим нехитрым процессом. Узнай себе, води валиком туда-сюда, наблюдая, как грязная невнятного цвета стена постепенно окрашивается в веселую зелень. Правда, Гук, привыкший все брать с нахрапа, сначала слишком сильно извозил валик в краске, а потом от души на него нажал. Понял он свою ошибку в тот момент, когда на его руку при личной такой струйке полилась краска. Техен так ржал над попытками Чингука оттереть ее с лица и рук. Подлючая зелень только сильнее размазывалась. Но Гук не удержался и ткнул в его валиком. Короче, через пару минут они напоминали подсвету инопланетян, изрядно испачканных, кроме краски еще и в земле. Но зато это было весело. Закончили они часа через три, когда солнце уже садилось. Чингук опустился на крыльцо, ощущая приятное удовлетворение от проделанной работы, и обнял Техена. — Чингук, отнеси заказ за двадцать восьмой и возвращайся. Оплату за тебя возьмет Юн Гри, — приказал менеджер. И Гук, хоть и недовольный указанием, послушался. С начальником не спорят, это он уже уяснил накрепко. Вернувшись, он застал момент, как менеджер Бомс вызывает всех официантов, кто был сейчас свободен к себе. Посетителей в зале почти не осталось, сорило затишье, когда даже самые припоздневшиеся клиенты уже пообедали, а время ужина еще не наступило. — Нарим, Юн Ри и Джи Ю остаются обслуживать зал, а остальные за мной, — скомандовал господин Бом и поднял руки, останавливая начавшийся былоропот. В это время все обычно успевали перекусить, а тут вместо перекуса старший менеджер придумал им задание. — Все вы знаете, что крупная компания сняла один из банкетных залов для проведения мероприятия, и уже в эту пятницу все должно быть готово. — У нас случилась накладка, и управляющий пока не может выделить мне людей, чтобы перенести купленные для банкета продукты, поэтому я прошу вас помочь мне. Все моментально успокоились и двинулись след за старшим менеджером. Только один парень, Мин Дунг, чуть старший Гука, все ворчал и ворчал, что не успеет поесть, пока кто-то не шикнул на него и не приказал заткнуться. Они спустились на грузовом лифте на подземную парковку, куда как раз заехал грузовик и теперь парковался в зоне разгрузки. Господин Бом, перекрикивая шум от машины, быстро поделил их на пары, приказал построиться в очередь, что очень напоминало младшей класса экскурсии с учителем, и стал просматривать бумаги, взятые у вылившего из кабины водителя. Таская вместе с Мин Дунгом тяжелые ящики с алкоголем от грузовика до лифта и от лифта до помещения, где старший официант отмечал каждый ящик в своем списке и смотрел, чтобы ничего не разбилось и не помялось, Чунгук весь взмок. «Эти толстосумы совсем обалдели! Заказывают своим работникам такое дорогое вино!» – возмущался напарник и недовольно кривился, глядя на Чунгука, но тот его игнорировал. Он молчал на все попытки задеть. Иногда лишь неопределенно хмыкая на слова Мин Дунга. С самого начала, когда Чунгук только стал работать здесь, Мин Дунг демонстративно высказывался на его счет. «Покать же июня я дернула его словами!» «Завидуй молча!» И тот на время затих. Потом, правда, снова начал прохаживаться в присутствии Чунгука по поводу чеболей. В конце концов, хорошая трепка заставила бы Мин Дунга замолчать, но получить пинок под зад из-за своей такой глупости он не хотел. Так что продолжал пренебрежительно фыркать и игнорировать слова этого завистливого Дука. Если уж быть совсем откровенным, то Чунгуку нравилось работать здесь. Коллектив хорошо к нему относился. Начальник хвалил, и не потому, что он из семьи Чун. Не говоря уже про завышен повысившуюся самооценку. Способность зарабатывать, уверенность, что ты можешь хорошо делать что-то сам без протекции родителей, что ты способен обеспечить свои нужды и нужды своего парня без того, чтобы пользоваться отцовской карточкой, приятно грело самолюбие. Поначалу, правда, было сложновато, но он быстро вошел в рабочий ритм, легко запомнил, какой столик что заказал, заранее чуя зарождавшийся конфликт и вел себя так, чтобы его избежать. Теперь ему не надо было сосредотачиваться только на работе, и он вполне мог позволить помечтать, вспоминая своего парня. А так или иначе, все его мысли приводили к Тихену. Конечно, ровно до того момента, как он подходил к очередному столику. Закончив с перетаскиванием ящиков, он вернулся к работе, размышляя, куда бы им отправиться сегодня вечером. В Миндон или это вон. Тея нужна была новая сумка, так как у Стара перетерся ремень. Они уже давно договорились встретиться около парковки, где Гук обычно отправлял свою машину перед работой. Или пойти в САЭКС. Ему самому там очень нравилось бродить. Интересно, Тетам понравится? Здравствуйте. Он улыбнулся, даже не глядя на клиентов, и достал из кармана фартука, блокнот и ручку. Меня зовут Чунгук, и сегодня я буду обслуживать ваш стол. Подняв глаза, он столкнулся с немигающим тяжелым взглядом. Собственного отца. Лик. Линия челюсти Чона-старшего на мгновение проступила резче. Гук знал, что так проявляется у него злость, и непроизвольно поежился. Но затем отец опустил глаза, снова обретая каменное спокойствие. А Чунгук неслышно выдохнул. Блин, вот это я влип. Единственное, что вертелось у него в голове. — Здравствуй, сын, — ровно произнес отец, с прищуром разглядывая Чунгука. — Не ожидал тебя здесь увидеть, особенно в таком виде. — О, так это ваш сын? Второй мужчина, о котором опешивший Гук уже успел позабыть, вмешался в разговор, говоря по-корейски с легким американским ацентом. — Как это замечательно, что ваш ребенок начинает познавать труд с самых низов. Он ведь еще школьник, если я не ошибаюсь. — Не ошибаетесь, — уронил отец, слегка прищурился и по-змеиному улыбнулся Чунгуку. Он наверняка пытался проанализировать ситуацию и понять, что его сын вообще здесь делает. А Гук, чувствуя надвигающуюся панику, прикидывал, какие проблемы это все ему принесет. И ничего хорошего не выходило. Отец по-любому заинтересуется, какого черта его сын, который до этого хорошо умел только зажигать в клубах и менять девушек, вдруг стал работать официантом, причем скрывая это от родителя. Тот факт, что по цепочке он так или иначе дойдет до Тихена, не подлежал сомнению. Но Чунгук не мог придумать, как защитить своего парня от своего же отца, кроме разве что свалить куда-нибудь за границу. Но ты вряд ли пойдет на такое. По спине Чунгука побежали холодные мурашки, и он поспешил спросить, обращаясь к путнику отца. Вы готовы сделать заказ? Да, конечно. Тот снова улыбнулся и принялся диктовать Гуку название блюд. Когда он закончил, Чунгук повернулся к отцу. А вы? Да, я готов сделать заказ. Спокойно ответил тот и больше не произнес ничего. Ни единого слова, кроме названия выбранных блюд. Причем привычным образом, как и любую обслугу, игнорируя его. И это был не самый худший вариант. На самом деле. Кажется, прямого допроса прямо здесь и сейчас удалось избежать. А значит, у него в запасе появилось время, чтобы продумать линию поведения. Он мысленно выдохнул. Соображать в критических ситуациях так же молниеносно, как отец, Чунгук еще не умел. Так что искренне радовался от срочки. Он автоматически продолжал делать свою работу, но изнутри, как цунами, волной поднималась паника. Он перебрал уже кучу вариантов, как может отреагировать отец. Но остановиться на каком-то конкретном не мог. Он сам, как и его отец, отличался непредсказуемостью. Может, стоит посоветоваться с матерью и обсудить ситуацию с самим Техеном? Только Гук давно заметил, как трепетно Тех говорит об отношениях с родителями. Его собственная мать его бросила. Отца своего он, видимо, не знал. И, скорее всего, именно поэтому уже не раз твердил Гуку, что тот не ценит свою семью. Что он должен быть благодарен родителям. Что семья – это самое важное в жизни. И как он отреагирует, узнав, что отец Чунгука против их отношений, он не знал. Быть может, лучше молчать. Хотя бы до тех пор, пока отец не проявит себя сам. Решено. Он не будет ничего говорить Техену, а постарается сам уладить этот вопрос. Когда отец и его бизнес-партнер, как стало очевидно из случайно услышанных обрывков фраз, расплатились и ушли, Чунгук собрал со стологрязную посуду, отнес ее в мойку и, прижав к себе поднос, тяжело оперся на стену, прикрывая глаза. Но рано или поздно это должно было случиться. Оставалось достойно пережить отцовское неудовольствие. Но за это он не особенно волновался. В конце концов, он у папы единственный сын. Больше он переживал за Техена. Учитывая влияние и возможности родителя, Чунгук даже представить не мог, как отреагирует отец на наличие у него парня. И меньше всего он хотел, чтобы от действия Чона-старшего пострадал любимый человек. И на сегодня это все, дорогие мои. Вот такая получилась глава. Прямо, смотрите, прям голубки воркуют, ремонтик вместе сделали. И мебель новую купили. И Чунгук работает и защищает своего малыша. Ну, прям мимимишка какая. Ну, прям аж бальзам на сердце, согласитесь. Такая прекрасная глава у нас получилась. Ну, вернее, не у нас получилась, но мы рады. Я так точно рада за такое развитие событий. Ну, я думаю, что отец Чунгука все так просто не спустит с рук, не оставит эту ситуацию, вот так вот не вмешавшись. Ну, посмотрим, что будет дальше. Хочу вам напомнить, что у меня есть второй канал с озвучками. Там тоже озвучиваются, выходят главы каждый день, и тоже озвучиваются новые фанфики. Ссылка на второй канал будет в описании под видео. Также не забывайте, что у меня есть страница на Бусти, где более 30 фанфиков мной озвучены, и их никогда не будет на Ютубе. Тоже заходите, послушайте. Там есть контент в открытом доступе, есть контент по подписке. Выбирайте, как вам больше нравится. В любом случае, есть, что послушать 100%. А еще я начала сама писать фанфики и выкладывать их на Фикбуке. Ссылка на мой аккаунт на Фикбуке тоже будет в описании под видео. Ну, и, конечно же, друзья мои, я вам очень и очень благодарна за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что комментируете, за то, что ставите лайки. Для меня это очень и очень важно. И я всегда читаю ваши комментарии. Я, конечно, не всегда отвечаю, потому что мне катастрофически не хватает времени, но всегда читаю, и мне очень приятно слышать то, что вы пишете. Читать то, что вы пишете. Это прям бальзам на сердце. Прям как любовь вегуков действует на мой организм так же. Кстати, не забывайте, что каждый день в 8 вечера по Москве я выхожу в прямые эфиры здесь, на Ютубе. И совсем скоро на Бусти тоже начну вести прямые эфиры, где мы с вами будем иметь такую возможность читать фанфики без цензуры. А это тоже очень приятный бонус. Ну, а сегодня я говорю вам до свидания, до скорой встречи. С вами была Маруся, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok